Эта фура преодолела более 8 тысяч километров от португальского города Вилла-Ду-Конди до Барнаула. За рулем водитель из Белоруссии, который провел в пути около двух недель. В Большегрузе ценный груз – 72 лодки для второго этапа Кубка Мира по гребле на байдарках и каноэ. Цена каждой лодки – более полумиллиона рублей. Тяжело было ехать, потому что груз очень легкий. Было сложно выезжать местами. Где-то подзависал, буксовали и так далее. Мир не без добрых людей, помогали выезжать. Первый этап Кубка Мира пройдет в Венгрии за неделю до старта в Барнауле. Перевозить лодки в сжатые сроки ко второму этапу нереально. Поэтому специально для соревнований в Барнауле изготовили отдельный инвентарь. Лодки от производителя Нелла – одни из самых лучших в мире. Их приобрели за счет фонда поддержки Олимпийцев России. «Спортсмены топового уровня борются за каждую долю секунды. Поэтому лодка должна соответствовать требованиям, которые предъявляет Международная Федерация, для того, чтобы уравновесить шансы спортсменов. Но при этом должна обладать своими специальными характеристиками. Это максимальная жесткость прежде всего. И удобство для спортсменов». До середины апреля в краевую столицу доставят еще несколько партий инвентаря. Всего 300 лодок. Большинство из них останется в Барнауле. «180 лодок ориентировочно останутся в Алтайском крае. Остальные будут переданы в сборные команды Российской Федерации по гребле на байдарках Кануэ. Учитывая, что у нас очень много ребятишек занимается, и для них эти модели будут служить очень долго». Между прочим, греблей в Алтайском крае занимаются почти 400 человек. Наследие Кубка мира определенно станет толчком для развития гребного спорта. Тем временем, до крупнейшего спортивного события за всю историю региона остается чуть больше трех месяцев. Кубок мира по гребле Барнаул примет с 20 по 23 мая. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.